привет любителям тортиков друзья сегодня будем готовить бисквит на желтках форма у меня 18 сантиметров в диаметре и что для этого надо желтки 165 грамм сахар 85 грамм крахмал 15 грамм мука 65 грамм вода вот она здесь 20 грамм ванильный сахар ну и щепотка соли в первую очередь в чашу миксера мы выливаем все желтки высыпаем сахар соль ну и ванилин сразу сюда бросим пачечка ванилина вот сразу сюда бросим так и и включаем миксер сначала на первой скорости чтобы немножечко вот это все перемешалось а потом скорость увеличиваем и на среднем я взбиваю пять минут на своем миксере после этого буду добавлять воду и потом взбивать еще две минутки так можно сейчас на полную включить масса какая уже побелела эластичная так сейчас вливаю воду прошло пять минут вливаю воду и продолжаю дальше взбивать еще две минуты муку и крахмал просеиваю перемешиваю все это подготавливаю вот взбили смотрим вот как стекает видно да как стекает медленно медленно сейчас покажу если он как стекает и след остается и вот так лениво лениво стекает значит все сбито все хорошо подвинем вот так сюда и сделаем вот так вот теперь будем сюда муку я в два приема высыплю ее вообще взяла эту ну ладно ложкой значит ложкой вообще лопатка удобнее сейчас я сменю и остальное высыпаем муку так сейчас я все таки возьму лопатку уже привыкла лопаткой намного удобнее она мягкая она хорошо очищает края чаши поэтому очень удобно именно лопаткой чтобы добро не пропадало все ну а теперь будем мешать вон края чаши хорошо раз и очистил вот наше тесто вот такое хорошо его перемешаем аккуратно снизу вверх чтобы на дне не осталось никакой муки чтобы все было промешано в то же время мешаем нежненько ну вот вот посмотрите какое тесто посмотрите какое эластичное прямо эластичное все перемешала все хорошо духовку забыла включить так сейчас выливаю формочку я уже говорила моя формочка 18 сантиметров в диаметре ох какое вот какое оно и густое очень хорошее тесто эластичное прям как густая сметана очень хорошая сейчас разглаживаем по поверхности чтобы ровненько все легло и как всегда я делаю вот так шпажкой чтобы оно все пролилось однажды я так не сделала и у меня получилось в одном месте пустое место тесто не пролилось был правда форма была побольше но все равно поэтому вот так вот какие-то лишние пузырьки выйдут теперь поставим его в духовку значит я в своей духовке пегу на 165 градусов 45 минут у каждого духовки разные поэтому печем каждый ориентируясь под своей по своей духовке я уже вымерила все эти градусы и минуты поэтому уже точно знаю что у меня 165 градусов на 45 минут а потом я покажу дальше когда спечется еще забыла сказать форму ставим прямо по середочке вверх-вниз включен ну вот испекся мой бисквит немножечко прижарился чуть-чуть температуру неправильно выставила на 170 градусов и пожалуйста но ничего страшного я уже здесь потыкала он испекся прекрасно все вот он весь все сухая вся еще даже раз тыкнем вот все сухое бисквит сухой сейчас он остынет у нас чтобы можно было дотрагиваться до этой штучки я вот сделала так но я этот раз впервые так делаю увидела на одном этом еще горячее что нужно прямо с бисквитом вот горячий и сразу поставить на решеточку ну вот я поставила не знаю вот с перевернутым и будем ждать до остывания значит самой формой как остынет форма я покажу дальше ну вот уже стал более-менее теплый поэтому сейчас моего вот так все вот он красавец вот он красавец это здесь сверху это ничего страшного все это уберется так и сейчас вот так вот 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 прекрасный бисквитик мы его сейчас оставим так пускай стоит у меня нет в решетке никакой такой вот такая есть решетка ну и бог с ней вот так сейчас раздвину вот все значит вот так вот я его ставлю до полного остывания ну а потом как всегда как все бисквиты обмотаю пленкой и в холодильник минимум на 8 часов ну а на этом все кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал будем дальше вместе учиться делать тортики выпекать бисквиты украшать их ну и так далее так что жду вас на своем канале до свидания